Привет, это Ребуар. Ну, у доктора Гнуса вышел новый видосянчик, называется Прыжки в кипяток. Вечно жить или свариться заживо. Ты понимаешь, это отсылка на Конёк-Горбунок, если не ошибаюсь, да? Прикольный мультик был, мне прям очень нравился. Конёк-то вообще крутой. Вот. Ну, а прежде чем начать смотреть, друзья, не забывайте подписываться на телеграм-канал, на бусте, ссылочки в описании, там много всего интересного, ну и группу ВКонтакте тоже не забывайте. Буду вам благодарен, ну и поехали смотреть. Кстати, это прям коротенький ролик, по меркам последних роликов Гнуса. Или это отсылка на One Piece? Конечно, очень в этом сомневаюсь, что Гнус смотрел One Piece, да ладно. А кто не понял, если там это вот, в Аркивана, этот, как его зовут, это бля, я уже не помню. Один. В кипящем и воде сидел. Сварился. Ой, жесть, какая мерзость. Это было ожидаемо. Это было ожидаемо. Блядь, еще бы. А нахер тогда проверял. А ну-ка, давайте сделаем, чтобы происходники прикрыли сожгутом. Типа панчжи-джоппинга. С чем? Чтобы окунулся, блядь, вот так вот немножко, да? Равномерно прошарился, а потом вылез. И искалили хер молодости. До сих пор не нашли, ну вы, а я так хочу. Уханьди. Куда? Первый император, в имене Новокитая. Отправлял своих ученых и придворных в далекие страды, чтобы все нашли ему эликсир бессмертия. В итоге ему притащили ртуть, которую посоветовали пить. Блядь, не стоит. По-моему, просто с ней рядом находиться нельзя. Пары ядовитые. Естественно, от нее он не склеил ласты. Ахахаха, ну еще бы. Алхимики средневековой Европы пытались найти формулу философского камня. Лайк плюс говно получается эликсир молодости. По их мнению, это легендарное вещество могло превращать золото в все и быть эликсиром бессмертия. Превратил себя в золото. До сих пор ничего подобного не нахимичили. Испанский конкистадор Хуан Побседалион. Какие у них имена, блядь, прикольные, да? Один послал куда-то, другой просто. Кстати, Побседалион, что-то я такого слышал. Это не тот, кто Эльдорадо? Нет, здесь что, пиху, Эльдорадо не существует, что я генесу. Не, ну где-то я его слышал. Кстати, отжал территорию современной Флориды у местных аборигенов, а вот источник так и не нашел. И состарился, блядь. Ближе всех к успеху был царь Урука. Серьезно, блин, так что-то к успеху был близко? Дельгамеш из Шумера-аккадской мифологии. А, мифология, все понятно. Я уж думал, реальный человек. Да, что-то только мы до сих пор на дне мирового океана не побывали. В Марианской Падине. Недавно, блин, сейчас столько-то, что-то, ролик посмотрел, где-то показали, типа, на глубине 3000 километров, какой-то кальмар, у которого усики, точнее, какие-то щупальцы на 8 метров вылезают. Такая мерзость. Прикиньте, вот эта херня прилетит, нахер нас попытается завоевать. И мне друг пишет, прилетят в пятницу к пиву. Чё-то я, блядь, поражался. Кланет в сумку и едет домой. Да, блядь, он же за это... Завянет. По дороге делает привал у колодца и решает в нём же искупнуться. Дурак, что ли, в колодце? Всё оставляет на берегу, и пока брезгается в прохладных водах, к волшебному растению подползает обычная змея. Почуя вкусненькая, она его съедает. Мгновенно меняет кожу, омолаживается и уползает. А гирикамеш? Откуда мы это все знаем, если он вкупался и не может это документировать? Возвращается домой с пусыми руками. О, лошара. И вот все они куда-то ели. Как будто бы, блядь, это, типа, дом у него, никто не знает, как он выглядит, мог бы съесть, обмолодиться, приехать, все ели. Путешествовали, искали далеко от дома, думали, что где-то там, далеко-далеко. Ну, понятно, почему я ходить не могу, потому что я сижу только дома, и вот единственный этот эликсир молодости, это... Водичка. Не работает. Оно точно есть, а ведь все гораздо проще. Ну-ка. Рецепт эликсира молодости лежит на поверхности вот этой сказки. А ну-ка, давай, давай, вещай. Конек-горбунок. А, бля, ясно. Все-таки-то оно. Давай, давай. Вскипятись, и будешь молодым. В умах людей. Ну, однозначно лучше. Ничего не лучше. Однако, по-сказски, нужно нырнуть в три котла. Один с кипящим молоком, второй с кипящей водой. Кипящий кипятком. А, третий с ледяной водой. И задача, в каждый ископнуться по разу. Угу. Помню такое, да? Готовь? Ух ты, какой бодрый. One. Two. И охладись. И сдох. Обычно, когда так делают с металлом, он закаляется. Человеком, видимо, не получится. Ну что, помородил? Бл, бля, блядей. Наверное, не очень. По-моему, он стал еще стремнее. Значит, мы что-то делаем не так. Так, а ну-ка. Он сам должен прыгать. Бла-бла-бла-бла-бла. Коль себя не пожалеешь, ты опять помолодеешь. Бла-бла-бла-бла-бла. Три котла больших поставь. Даль... Так, ну, поставили дальше. Вот. Ты без платья налегке. Искупайся в молоке. Водевареный, водесуденный. И скажу тебе... Водевареный? Что? Я закопитил воду, чтобы сварить воду. Что-то здесь не так. Тебе отец, будешь знатный молодец. И полей на мой попец. Галышом, значит, надо. Так, а... Ну да. Пошел! Ничего не поменялось. Что-то мы выпускаем. Илья, хватит издеваться над ними. А давайте попробуем обезопасить процесс. А ну-ка, наважьте следующего толстым слоем жира. Чуле! А, ну да, жир, типа, это... Не пропускает жар. Киты и другие жиры. Ну, дольше. Вот не имеют толстый слой жира. Для защиты от холодной воды. А если жир защищает от холодной воды, он же и от кипятка должен спасти. Должен? А ты не уверен? Не жалейте, не жалейте. Делайте слой подсолще. Поставь просто и все. Че-то его держишь, блин, напрягаешься. О, вот так вот. Блядь, я строитель. Все, хватит. Погнали. Ничего не поменялось. Ну, на вид будто нельзя доклить, не успел смыться. А мощная приблуда сожгуток теперь портит весь процесс. Значит так, окунулся и быстро в следующий котел переползай. Понял? А зачем под третьим котлом нужна горелка, если он должен быть холодный? Молодец. Начали. Не доплывет. Тут поменьше надо сделать, а то он сейчас долго плывет. Скальзит тебя сильно. Ладно, нет еще вариантик. Закаливание. А мы, кстати, смотрим, аниму по терминатору на пусть и подписывайтесь. Метод тренировки организма к выносливости и адаптации к экстремальным условиям. Будь то это холод, жар или физическое напряжение. Будут это яички. Терпимо? Это хорошо. А ну-ка, добавьте ему 5 градусов. Так, а теперь как? Не очень. Я один раз покупался в горячей воде. Блин, пришел, короче. Типа, ну не там, не санаторий, но что-то типа похоже. Горячие ванны, солевые. Такой, заебища, блин, ама, ложусь. Засовываю ногу. Кипяток. Банны. Я охуел. Думаю, ну, наверное, так и надо. Ложусь, лежу, 5 минут, 10 минут, 15. Я уже чувствую, мне... Ёва. Ты просто пипец отвратительно. Приходит доктор, такая говорит. Ты чё, как? Я говорю, отвратительно. А почему? Слишком горячая вода, такая. А чё ты не сказал-то? Я такой, да я думал, как бы так и надо. Вхожу, башка кружится, еле иду. Температура по 38. Я такая, а-а-а-а, омолодился, сука. Честное. Ага. Вот так и должно быть. Вылезай. Жопа. Как остынешь, снова лезь в котел. И так, пока не привыкнешь к новой температуре. Я очень сомневаюсь, что получится привыкнуть к сотке. А после повышайте еще на 5 градусов. И так далее до соточки. Обычно. Чё-то мне кажется, такое работать не будет с кипятком. Закаливается в ледяной воде. И продолжительность пребывания в ней зависит от уровня подготовки, опыта и от температуры самой воды. Новичок. Короткие погружения от 1 до 3 минут. Ха. Флядь, новичок. Мне бы хотя бы на секунду залезть. Когда около 10-15 градусов. Средний уровень. От 5 до 10 минут. Температура воды 5-10 градусов. Ой, жесть какая. Ну и опытные моржи. От... Бля, усы-то сразу отрастило. Сиди до 20 минут. При температуре 0,5 градусов. А чё не минус? А, минус заморозит. Бред закалка улучшает иммунную систему. Улучшает кровообращение. Повышает выносливость. Чё, ну проверяйте, чё-то этого не хочу. И физическим нагрузкам. А главное, после ледяной ванны, житейские проблемы кажется сущим пустяком. Дом говорит. Да насрать, я только что в 5 градусной воде полежал. Правда, важно не перестараться. А то можно гипотермию заработать. А поражение и другие проблемы со здоровьем обрести. Поэтому... Если вы не профессионал, не делайте этого. И всё. 65 градусов, это наш предел. Всё, теперь он well done. Можно есть. Вот конёк хвостом макнул, в те котлы морду макнул, и Ивана дважды прыснул, громким посвистом присвистнул. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. После ванни во всех... Ну, если ты будешь так читать, то, естественно, ты ничего не узнаешь. И стал таким, что ни в сказке не сказать, ни пером не описать. Ага, похоже, без коня никак. Горбуна. Ну и... Это какой-то полуосёл, полуверблюд. Чё ты ждёшь? Давай! Прыг в него. Хвостом махнул, котлы морду макнул, и на расходник отважный приснул. Дай посвистеть не забудь. Погнали! Ты чё, думаешь, я умею? Так, махнул. Ага. Морду макнул. И сварился. И... Блядь, ты ещё и коня убил! Какого хрена? Расходников тебе мало. Чё не уйди? Шесть ног. Чётко не в сосё, он приснул или нет? Ну ладно, допустим, что да. Вот свист кто-нибудь слышал? Я ещё не сделал. Блин. Ну и чё теперь делать? Продолжать издеваться над расходниками. Алё, Пётр Павлович, скажи, пожалуйста, а что делать, если конёк-карбунок оступился и сварился в первую жизнь из трёх котлов? Без него допробовали не выходит. Не, ну по описанию-то подходит. Не в сказке не сказать, не пером не описать. Да, не надо такое описывать, это выглядит отвратительно. Слушай, а может ты и сам покажешь, а? Пошёл ты! Я не подписывался на такое. Ну чё ты сразу не подпишешься на такое? Уверить на это несложно. Давай! Подписывайся! Подписывайся! Ой, охуенно. Шикарный ролик, как обычно, у Гнуса получился. Мега кекный и интересный. Спасибо вам большое. Надеюсь, вам понравилась реакция. Если это так, то лайк, подписка, комментарий. Не забывайте, пожалуйста, моё бебенчики, если интересует ссылочка в описании. С вами как всегда был Реборн. Спасибо за просмотр. Пока!